80 населенных пунктов области осталось без света. Непогода лишила электричества порядка 1700 человек. Отключения затонули в основном Рыбинский, Никаузский и Мышкинский районы. Произошло отключение 146 трансформаторных подстанций. Социально значимые объекты в списках обесточенных не значатся. На месте отключения работают ремонтно-восстановительные бригады энергетиков. В Ярославле прошел рейд по проверке качества мороженого. Контрольную закупку провели специалисты общества прав защиты потребителей. Из магазинов города и области приобретенные образцы перевозят в лабораторию Института качества сырья и пищевых продуктов. Итоги данной закупки будут известны через месяц. А сегодня специалисты озвучили результаты аналогичной акции месячной давности. Из 52 закупленных проверенных продуктов 32 не соответствуют государственным стандартам. Самое распространенное нарушение качества мороженого, избыток воды, недостаток молока, жира и самое серьезное несоответствие госстандарту замена животного молочного жира на растительные жиры, чаще всего это пальмовое масло. Минимальный порог оценки ЕГЭ по русскому языку в этом году снижен на 12 баллов и составляет 24 балла вместо 36. Об этом сообщает пресс-служба Рособорнадзора. Соответствующее распоряжение в понедельник подписал руководитель ведомства Сергей Кравцов. Такое решение было принято на основании статистических данных по результатам экзамена в текущем и прошлом годах. Так, средний балл за ЕГЭ по русскому языку снизился на 1,5 балла и составил в целом по стране 62,5 балла. Отметим, что сегодня выпускники сдают последний выборный экзамен – общество знания и химию. Грабеж средь белого дня. На Суздинском шоссе неизвестный подбежал к миссионерке и сорвал с ее шеи две золотые цепочки. Пострадавшая не растерялась и вызвала полицию. Буквально через 15 минут на пульт дежурного поступил еще один звонок, на этот раз от молодой женщины. На соседней улице Ньютона у нее неизвестный похитил золотую цепочку с крестиком и кулоном. Женщина запомнила наколки на груди нападавшего. Подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался ранее судимый 29-летний безработный ярославец. Сейчас решается вопрос об аресте молодого человека. На место происшествия незамедлительно был направлен наряд полиции. Полицейские опросили потерпевших и установили приметы подозреваемого. В дальнейшем по горячим следам полицейские в неведомственной охране по приметам задержали подозреваемого в совершении этих преступлений 29-летнего жителя Ярославля. В настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ярославцы называют его земляком, хотя в нашем городе он прожил всего два года. 15 июня область отметит 100 лет со дня рождения Юрия Андропова. К этой дате в Ярославском музее-заповеднике открыта выставка, посвященная жизни и профессиональной деятельности политика. Организаторы негласно называют экспозицию «штрихи к портрету». В выставочном зале личные вещи, переданные вдовой Андропова, документы и даже страницы из трудовой книжки партийного деятеля. Коллекция экспонатов собрана из фондов архива области Ярославского и Рыбинского музея-заповедника. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова